Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! У меня отличное настроение, шикарный аппетит, как всегда! И я хочу с вами поделиться своим прекрасным настроением и снять для вас видео. Сегодня у нас манты, рецепт на который я оставлю в описании под видео. Кому интересно, кто тоже хочет приготовить, обязательно переходите. Мы обычно готовим без манты варки, потому что у нас просто ее нету. Я обычно готовлю сковородки, сделала сама, точнее лепила мама. Я просто отварила или, как правильно, пожарила 40 минут в сковородке. С морковкой получается очень вкусно. Здесь у нас доуха. Это соленый такой кефир. Ну, это такое блюдо. Рецепт тоже я обязательно оставлю. По-моему, у нас есть, если я не ошибаюсь. Если у нас есть, я обязательно оставлю. Если нет, помаду вы сами можете найти в ютубчике. Здесь грейпфрут. Почему-то все думают, что это красная рыба. На самом деле нет, обычный грейпфрут. Приступим. Вот так вот выглядят небольшие такие манты. Макаю в сметану. Кстати, это та самая помада, которую я вам выложила в инстаграм. Вообще, девочки, советую все заказывать с официальных сайтов. Всем понравилась эта помада в оттенке Абу-Даби. Это NYX Soft Matte Lip Cream. В общем, я столько нахвалила эту помаду, что теперь нигде не могу найти ее. Я просто решила посмотреть на официальном сайте NYX. Оказывается, там она стоит ровно в два раза дешевле, чем у нас здесь в городе. Скриншот я выложила в инстаграм. У посредников заказывать я не советую. Почему? Могу объяснить. У меня подружка, после того, как я постоянно хвалила этот NYX и видео, ей тоже понравился оттенок помады. И мне нравится, что эти матовые помады абсолютно не сушат губы, в отличие от других, более бюджетных аналогов. И у меня подружка решила тоже купить эту помаду. И она тоже не нашла нигде в магазинах. И купила у посредника, чисто в инстаграме, интернет-магазин такой. И она мне говорит, что эта помада совершенно не сушит губы. Она говорит, что ничего подобного. Очень даже сушит. Я когда была у нее, попробовала сделать сводч, и даже оттенок отличается. Чуть-чуть темнее та, что у нее. И очень сильно сушит губы. Скорее всего, это подделка. Просто все надписи, все-все-все одинаково. Напишите, пожалуйста, как можно выяснить, подделка это или оригинал. Может, сайт какой-то есть, можно штрих-код вбить туда. Короче, не знаю. Но суть в том, что по консистенции помады отличаются просто кардинально. Я думаю, что, скорее всего, это была подделка. Поэтому я вам советую покупать на официальных сайтах. Дешевле, чем у нас. Даже если учитывать стоимость доставки, там, по идее, от какой-то суммы идет бесплатная доставка. Но сумма там большая, 150 долларов, по-моему. Ну, можно, например, сложиться с подружками и заказать. Абсолютно все позиции на этом сайте, которые я вам выложила в инстаграм, все позиции в два раза дороже. То есть у нас в два раза дороже. Я вообще очень люблю смотреть бьюти-блогеров. И мотиватором того, чтобы снимать видео на YouTube, для меня было то, что я стану бьюти-блогером. Буду снимать про косметику и так далее. Смотрела на других блогеров и просто мечтала, чтобы мне тоже на обзор присылали бесплатно косметику. Сейчас я понимаю, что у бьюти-блогеров столько этой косметики, которую присылают просто мешками, ее некуда девать. Сейчас, я думаю, может быть, с одной стороны, хорошо, что не сложилось, не получилось. Но любовь к косметике – это просто неотъемлемая часть меня. Если бы даже у меня была идеальная кожа, абсолютно идеальная, длинные ресницы, я бы все равно красилась. Я получаю огромное удовольствие от этого процесса. В периоде, когда я пила раку, там, девочки, у меня была такая идеальная кожа, однотонная. Нету расширенных пор, ни одного высыпания. Просто идеальная бархатная кожа, как будто я ее отфотошопила просто. Кстати, в комментариях прочитала мама, что там пишут, вот только ты говоришь, постоянно девочки, хотя тебя смотрят мальчики тоже. Я просто смотрю по аналитике. В аналитике у меня написано, что 95% моей аудитории – это девочки. Поэтому я как-то привыкла обращаться девочке, девочке. Мне как-то неудобно даже говорить «ребятам». Вот, если кто-то из парней меня смотрит, извиняюсь, дорогие мои. Наверное, тема, которые я обсуждаю. Больше какие-то женские. Да и вообще, мне кажется, мукбанки снимают только девочки. Или мальчики тоже есть. Я не встречала. Ну, там корейские, да. АСМР-блогеры я видела. Но что мукбанки? Не замечала, если честно. Может, я кого-то пропустила. У меня есть определенные блогеры, которых я смотрю, за чьей жизнью я слежу. Вот. Канал «Снежанная». И уже все. Я уже привыкла, я их смотрю. И у меня даже особо в рекомендации никто не уходит. У меня есть блогеры, которых я смотрю лет с 14. Представляете? Очень вкусные манты получились. Кстати, вот казалось бы, одни и те же ингредиенты, да. Но в мантеварке и в сковородке они получаются абсолютно разные. У меня жена брата, Парвана, вы ее наверняка знаете. Вот. Она как-то один раз готовила в мантеварке. Я попробовала, я поняла, что вкус очень отличается, реально. Мне как-то больше в сковородке нравится. У нас просто в мантеварке нету. Я так быстро все схомячила. Всего 10 минут видео прошло. Так что по поводу косметики, если не знаете, как заказать, что, напишите мне в инстаграме, если много будет запросов, может быть, я даже видео сниму, как я заказываю косметику. А может быть, просто объясню вам, чисто если вы тоже такой же любитель косметики, как я. И дешевле, и надежнее, и лучше просто заказывать. Можно даже пойти в магазин ник здесь, посвочить, например, понять, какой оттенок помады тебе подходит больше, но просто эти оттенки заказать. Но я не думаю, что в самом Никсе будут продаваться подделки. Скорее, в этих инстаграм-магазинах очень часто можно наткнуться на что-то такое некачественное. Несмотря на то, что видео всего длится 10 минут, я уже все съела, как-то быстро все покушала, было нереально вкусно. Вы тоже обязательно заходите в описании под видео, обязательно смотрите рецепты, пишите свое мнение в комментариях, не забывайте подписываться на мой инстаграм. Всех люблю, пока!